Всем привет! Друзья, не знаю как у вас, а у нас за окном настоящая весенняя гроза и мне сразу захотелось пирога. Поэтому сегодня я приготовлю румяный с тонким тестом и большим количеством начинки открытый пирог с капустой. Пирог по этому рецепту получается нежный, сочный и невероятно вкусный. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставим лайки и конечно же не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Начну приготовление из теста. Для этого к муке я добавляю разрыхлитель, соль и все хорошо перемешиваю. Сюда же добавляю подсолнечное рафинированное масло, выливаю кефир и замешиваю тесто. Тесто я вымесила. Оно получается мягким, нежным, эластичным. Слишком долго тесто вымешивать не стоит, главное вот его собрать в комочек. Тесто перекладываю в тарелку, накрываю его пищевой пленкой и оставляю при комнатной температуре на 30 минут. Приготовлю начинку. Для этого молодую капусту нужно нашинковать. И еще вот дополнительно разрезать на небольшие кусочки. Нарезанную капусту заливаю кипятком и оставляю ее в кипятке на 5 минут. Время прошло. Капусту отбрасываю на дуршлаг и сливаю с нее полностью всю жидкость. А сейчас перья зеленого лука, свежий укроп и петрушку мелко нарезаю. Вареные вкрутую яйца также мелко нарезаю. Зелень с яйцами я переложила в миску. Сюда же добавляю подготовленную капусту. Также сметану. Все посолю. Добавлю черный молотый перец и хорошо перемешаю. Начинка у меня полностью готова. Возвращаюсь к тесту. Рабочую поверхность присыпаю мукой. И тесто нужно раскатать в тонкий круглый пласт толщиной приблизительно 3-4 миллиметра. Раскатанное тесто я переложила на противень, застеленный пергаментной бумагой. Центр теста, отступая от края, выкладываю начинку. Теперь, друзья, подворачиваем вот так вот края пирога и делаем вот такие вот складочки. Начинку обильно посыпаю натертым на крупной терке сыром. Пирог отправляю выпекаться в обязательно разогретую духовку до 190 градусов. Буду его выпекать приблизительно 30 минут. Пирог я испекла. Посмотрите, как он замечательно подрумянился. Вы лучше ориентируйтесь по самому пирогу, так как у каждого разные духовки и по-разному они выпекают. Пирог пока оставляю. Нужно, чтобы он немножко остыл. Открытый пирог с капустой готов. Вот такой получился румяный красавчик. Все хорошо пропеклось. Сыр расплавился, подрумянился. Пирог очень ароматный. Сейчас я кусочек отрежу и покажу вам, как пирог выглядит в разрезе. Друзья, вы только посмотрите, какой чудесный получился пирог. Тонкое, мягкое, рассыпчатое тесто и много сочной и очень вкусной начинки. И сверху сырная корочка. Пирог получается невероятно вкусным. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления пирога и вы его приготовите. А с вами была Анташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!